Итоги реализации государственной программы «Культура Тверской области» обсуждались на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Среди вопросов, которые оказались в фокусе внимания, модернизация сети библиотек, а также увеличение господдержки талантливой молодежи. Несмотря на рост популярности электронной литературы, ее классическая бумажная версия по-прежнему очень востребована. Понимая это, правительство Тверской области приняло решение о закупке свыше 10 400 экземпляров новых книг. Пополняем запасы наших библиотечных фондов настоящими книгами, классическими произведениями, произведениями новых, современных авторов. И будет возможность, и те, кто любит вживую почитать книги, тоже уже получить в библиотеке, взять и прочитать произведения, которые в классической форме оформлены, напечатаны и переданы в фонды наших Тверских библиотек. Кроме того, новое оснащение получили детские и кукольные театры. Так, для Тверского театра кукол было закуплено оборудование для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов. А в Театр юного зрителя приобрелись технику для системы освещения. Кроме того, в текущем году была увеличена господдержка талантливой молодежи. Размер ежемесячных губернаторских премий повышен с 1100 до 3500 рублей для учеников школ искусств, участников клубов, детских и молодежных общественных объединений региона. Для студентов колледжей сумму повышили с 1,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, размер губернаторской премии увеличен с 7,5 до 10 тысяч рублей. До 5, а также 3,5 тысяч рублей повышен и размер стипендий губернатора для учеников колледжа культуры и школ искусств. Номинации премии Андреева, премии Лемешева. Это наша традиционная работа. Очень важно в культуре то, что мы очень внимательно следим за тем, как наши стипендиаты учатся, выпускаются, какой их дальше жизненный путь. Поэтому система мотивации, конечно, должна учитывать и современные условия. Поэтому размер стипендий повышен. Напомним, что получателями стипендий и премии губернатора Тверской области ежегодно становится 110 молодых дарований. Это ученики в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, а также лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, а также фестивалей.